Сегодня со стороны активов молодежного поступило предложение собраться и, скажем так, обсудить некоторые моменты развития молодежной политики в Кингисепском районе. И есть для этого очень хороший повод. Буквально на прошлой неделе в Ленинградской области состоялся 10-й юбилейный слет молодежного актива. И сегодня собралась наша легендарная команда, которая на протяжении нескольких лет держит марку, держит планку на высоком уровне. И в этом году на слете, который был посвящен 70-летию Великой Победы, наша команда стала первой, завоевала почетное первое место. Тем самым, в общем-то, доказав, что молодежь в Кингисепском районе достаточно активная, креативная, умеет себя показать, умеет представить свой район. И, на мой взгляд, заслуженно завоевала эту высокую награду. Поэтому сегодня хотелось бы немножко пообщаться. Может быть, ребята расскажут о мероприятии, которое происходило. И, в общем-то, мы, в свою очередь, готовы выслушать и принять. Отлично. Обращаюсь к молодежи, ко всем, не только в лице вас, но и ко многим молодым людям, наверное, Кингисепского района, города Кингисепа. С тем, что администрация Кингисепского района, ну, в моем лице, может быть, да, там, меньше всего, может быть, есть контактов вот именно в таком плане. Потому что наверняка вы понимаете, знаете, те задачи, которые выполняет администрация, ту работу, которую мы делаем, я немножко этого тоже коснусь. Хотел бы с первых уст все это сказать, сегодня с вами пообщаться, можете активно позадавать любые вопросы, дискуссию можно устроить на какие-то темы. И сказать, что за последние три года мы стали жить гораздо лучше, конечно. Быть в прямом контакте с вами, с молодежью, ставить какие-то новые цели, задачи, которые мы обычно делаем в разных направлениях. Вы знаете, что немножко в тезисах, я не хочу там обматывать тренку назад, сильно там говорить, что было 5-7 лет назад, что мы сделали какие-то достигли успехов. Но я хочу сказать, что вот сейчас, в этом году мы вот везде, сглазник по имени, везде лидеры абсолютно. На том заседании правительства, Егисевский район, неожиданно, даже я не знал, это был сюрприз. Ну как сюрприз, это мы заняли первое место в Ленинградской области по оценке эффективности работы администрации в регионе. К этому мы шли несколько лет и облизывались, завидовали нашим конкурентам, нашим соседям, нашим братьям. Скажем так, полномочия последние два года, мы тоже активно участвуем в продвижении, поднятии качества, потенциала вообще медицинского на территории Егисевского района. Сделано много, но сделать предстоит еще очень много. Конечно, мы хотели бы, чтобы и вы, и ваши сподвижники, и вся молодежь Кенгисевского района была информирована в тренде во всех начинаниях, которые делает администрация. Потому что та тенденция, которая сейчас появилась, зародилась только и появилась, что молодежь стала возвращаться в Кенгисевск, получив лучшие образования, получив специальность, люди возвращаются в Кенгисевск. Если говорить о Кенгисевском бассейне, 50-метровом, который мы сейчас собираем конструкцию, я сегодня уже говорил на открытии в гимназии, собираем финансовую конструкцию, поддержали нас практически все уже. Александр плотно занимается этой тематикой с другими специалистами администрации. Если мы собираем всю конструкцию, объект почти что миллиард стоит. Это уже, там уже, наверное, 22 век. Такого объекта, ну, не знаю, столицы, такие объекты могут иметь только столицы. Мы получили последнюю поддержку от Федерации плавания Российской Федерации, одобрение и поддержку, это ушло из университета спорта. Поэтому этот прорыв будет неимоверный, если мы построим два таких объекта с водой, в Лангороде и Лисепе. Ну, я не знаю, что будет. Я в это верю, по крайней мере, что это должно произойти. Ну, заканчивается реконструкция ФОКа, наверное, вы понимаете, достался нам очень непорядочный подрядчик. Электронные торги есть, электронные торги мы не выбирали. И, конечно, здесь напоролись, вот в этом случае напоролись мы на очень серьезную проблему. Ну, каким-то образом она завершается. ФОК откроет именно для молодежи свои двери, там могут заниматься все, не только дети. Вот. Строим ФОК еще один вистинок, проектируем в Котецком ФОК, проектируем футбольное здание в Романовке, строим медленно, потому что у нас только один источник, ростивный на уголь, каждый год нам дает 10 миллионов. И вот на следующий год, если мы, Киржаков Александр, приезжал, мы открывали спортивную площадку в рекомендационном центре, который был благотворительный фонд ФОК «Звезды детям». И с Александром выстроилась такая открытая работа. Мы просим его поддержки, потому что он в свою кругу может как-то привлечь еще какие-то дополнительные источники. И на Романовке мы, надеюсь, на следующий год запустим это шикарное здание для футболистов, 4 раздевалки, сауны, медицинские кабинеты, массажные, тренерские, коммендаторские и все остальное. Комната разбора полетов, все там будет. Соответственно, на следующий этап мы хотим привести в порядок вокруг стадиона благоустройства. Само поле у нас шикарнейшее, лучшее в Геннадской области. Из наших желаний по спорту мы на следующий год приступаем к проектированию и расширению строительства новых конюшней на Романовке. Мы на следующий год, осторожно пока говорю, ну, может быть, выберем проект и в 17-м году начнем проектировать продолжение лыжной трассы в Романовке, вы знаете, она одна из лучших лейнадской области, вдоль реки Луги, вниз туда по течению, ее сделать, она может практически быть, по-моему, со штук выше 8 километров, что ли, 9, в общей сложности будет, да, и приступить к проектированию строительства для белоклонистов. Соответственно, в этом ритме мы живем, есть уже всходы, есть уже дела, которые сделали, подчеркиваю, все это совместно с регионом. Будем продолжать, естественно, строить стадионы такие, как школьные, это на следующий год у нас Ивангород, и Александргорская школа, 4-я, 3-я, да, если, ну, 400, если сделаем, это фантастика, но хотя бы 2-3, это точно будет, будем стараться, да. В спортивных площадках детских, маленьких, универсальных, от каждого двора в отдельности, потому что везде свои условия, возможности, масштабы, строить что-то для детей, чтобы дети во дворах тоже были защищены, с ограждением, чтобы родители были более спокойны и уверены, что ребенок можно выпустить на улицу. Вот, поэтому это тоже в планах, есть форматы, которые мы уже рассматриваем, как это надо делать, но, наверное, эти первые шаги мы начнем делать с 17-го года, не в честь старителя революции, но просто 17-го года. Вот, 16-й год у нас уйдет еще на завершение тех проектов, которые мы делаем в образовании, очень много, видите, мы софинансируем еще два детских сада, один в шестом микрорайоне, красавчик уже, скоро запускается, котельском, сплавательном бассейне, такой же, здесь у нас, к сожалению, бесплавательный бассейн, потому что по нормативу территория не позволила его построить. Мы приступаем к строительству новой, сделанной по индивидуальному проекту школы, пустомер же будет, ну, наверное, одна из лучших школ, скоро он в Кинесевском районе, потому что это сегодня дети учатся, но самое, наверное, в самых сложных условиях, я так бы назвал, школа не соответствует никаким требованиям, поэтому губернатор поддержал это проектирование, мы сделали индивидуальный проект, попросили не делать типовой, ну, захотели, чтобы была какая-то изжилинка, она там будет, это точно. Вот, мы приступаем к строительству детского сада, услуги нового, плюс-минус следующий год или 17-й, ну, будем лоббировать в свои интересы. Также мы полностью завершили по нашей инициативе частный бизнес и, скажем так, муниципальные возможности нового МОРК, об этом тоже стоит говорить, потому что у нас сегодня, к сожалению, очень плохие условия, даже если так нельзя сказать, плохими они никакие, вот, Александр Юрьевич обещает нас поддержать, потому что деньги 100% региональные, это не наше полномочие, обещает это все помочь. Ну, у нас строится новая ветеринарная лечебница возле кладбища, будет закрываться, она там ее снесут просто, откроется скоро новая ветеринарная лечебница возле неведомственной охраны, она строится. И мы приступаем по нашей инициативе к проектированию двух больших объектов здравоохранения, это в больничном городке новый корпус будет строиться, хирургически, мы относительно приступим к проектным работам, здесь нам будет помогать Еврахим, потому что Еврахим сейчас выложил самую ледовую арену, очень серьезно нам помогли. И, соответственно, мы выделили земельное пятно за новую налоговую инспекцию, вы видите, наверное, строится новая налоговая инспекция, возит АЗС Татнефть на Криковском, в 7-м микрорайоне, выделили место прямо за налоговую, под новую поликлинику. Новая современная поликлиника, город растет по социально-экономическому развитию города Кенесепа, сегодня у нас проживает 50 тысяч, мы растем, уже жилья построены где-то на 5-7 тысяч людей, которые к нам приедут, соответственно, это экономика, про экономику тоже два слова скажу, буквально потом. И мы, наверное, в 2017 году распечатаем 7-м микрорайон. Скоро будет объявлен конкурс на архитектурные решения 7-го микрорайона, это будет микрорайон со спортивным ядром, ледовая арена, плавательный бассейн, да, два теннисных порта, закрытые, открытые, я не сказал, проектируются два теннисных порта, один закрытый, другой открытый, несколько полей, да, по-моему, 4 поля. 4 поля. 4 поля. Вот это тоже еще копилочку к спорту. И мы хотели бы создать 7-й микрорайон, чтобы это было полное соответствие 21-му веку. Это была точка притяжения всего Кенесепа. Там будут широкие проспекты, там можно будет гулять, ходить, максимально сохранить будем зелень, которая там есть, деревья, многое другое. Поэтому это все в наших платах, они абсолютно реалистичны. И 6-й микрорайон мы заканчиваем строительство на следующий год практически весь уже сделаем благоустройство, новые дороги. Поэтому нам не стыдно с вами за то, что мы делаем. Поэтому продолжим. Ну, про экономику, может быть, чуть позже еще заговорим, наверное, у нас будет отдельно здесь блок вопросов. Поэтому мне хотелось бы на фоне вот этого вот такого успеха района, такой динамики, драйва, который сегодня есть, сказать вам огромное спасибо, что вы уже четвертый раз, по-моему, да, приставите на десяток, вот на десяток слете. Актива молодежи при ЗАГС Огронении Красной области тоже, как говорится, приятная новость. Максим я за рукав дернул в гачи, не говорит, ну, мы же первое место привезли. Меня тогда и... Я вас вчера не поймал, а вы, зато, к сожалению. Меня тогда и токнул, что все-таки мы соберемся и поговорим об этом. Вот, поэтому молодцы, вам огромное спасибо, что вы так слаженно, динамично, и многие годы вы удерживаете такие позиции, и так держать дальше. Мы сегодня, наверное, расскажете, что, чтобы вы хотели от нас увидеть, услышать в ближайшем будущем. 8 мая за активное участие в работе молодежного совета Кингисевского района и победу в 10-м слезе молодежного актива Ленинградской области и большой личный вклад в развитие молодежной политики на территории нашего района. Награждается капитан команды и председатель молодежного совета при главе администрации Кингисевского района Царев Леонид Алексеевич. Первый вопрос, который, чтобы у нас были регулярные встречи, естественно, я это полностью поддерживаю. Прошу тогда, Александр, это учесть в графике работы, сообщить за благотворение. Единственное, что у нас могут, если мы договорились какую-то неделю встречаться, какой-то день, он может просто измениться этот день. Я вас сразу предупреждаю, потому что у меня есть руководитель, губернатор Ленинградской области, которого мы скоро с вами успешно изберем, и он иногда привносит неожиданности в бою в графике. Кто может по ситуации принять участие, то вы это учитываете. Потому что у нас должен быть такой диалог, если мы начинаем что-то делать, мы привыкли побеждать. Поэтому только победа и ее вкус могут нас объединить и идти вместе, чтобы мы достигали все цели, которые мы между собой будем ставить. Ну и второй вопрос был, чтобы есть пожелание, чтобы команда, что где-когда в администрации появилась, к сожалению, ни разу не присоединялся вот к этой всей истории. Я, наверное, думаю, что мы это обсудим, как создать команду. Потому что, Александр, мы не привыкли проигрывать. Меня сдерживает только это, если честно. Потому что сделать команду, прийти и проигрывать, ну, может, поначалу по зубам получать, но потом все-таки встать в русло, ну, наверное, да. А так мы не привыкли. Порой просто не успеть все охватить, конечно, потому что очень много мероприятий, много бывает, дни, когда по три, по четыре каких-то, особенно в последнее время, это что-то такое. Вот все стало сходить. Все заделы, которые были сделаны, они сейчас начинают работать. И, кстати, вчера была телефонная беседа с исполняющей организацией губернатора. Газпром выполняет поручение президента Российской Федерации и в двух районах, Кингисеппе и Выборге, Газпром на следующий год начнет строить два спортивных объекта. Но это связано с приграничьями, потому что мы находимся на границах. И я Василия Юрьевича убедительно просил, потому что сам Иван-город хочет, чтобы был современный стадион, полноценный стадион с трибунами, с суткими залами, с беговыми дорожками, с футбольным полем. И стадион как раз находится на сегодняшний год между памятником и АЗС Нестер. Вот это пятно все. Если мы проломбируем, а Газпром говорит, нет, давайте мы поставим ФОК. ФОК в Иван-городе есть. Иван-городу ФОК содержать, а потом даже еще содержать своим бюджетом, это будет сложно. Исепский район придется, ну, наверное, самая большая труба в мире, наверное, даже, я не постесняюсь сказать. Вот сегодня, например, в Китае Газпром строит трубу 36 миллиардов кубов газа. К нам к Игисеппе строится труба, она уже проектируется, с воздуха к нам 360 километров 55 миллиардов кубов газа придет в Кингисеппский район. Это немаленый объем. 16 миллиардов кубов, которые транзитом уйдет, Нордстрим-2, будет строиться ветка из Кингисеппского района, Германия. То есть в Германии уже одна ветка есть, Нордстрим, у нас идет с Приморска, да, с Приморска эта труба уходит. Соответственно, 26 миллиардов кубов будет переработано Газпром будет строить завод Висетина по СПГ. Этот завод самый современный в мире. Там произведет 15 миллионов кубов, две очереди, 10 и 5. Вопроводная система. Мы уже газ будем возить газовозами. Уже Газпром заложил на Вильфя строительство газовозов газпромовских. Вот так что это все двигается. Это новый потенциал новых рабочих мест. Если мы добьемся, что мы построим ФОК, вы, наверное, слышали про вот эту историю полковой церкви при Манеже. Мы строим ФОК, Манеж закрываем, дети все переезжают туда. Когда Газпром построят, это, наверное, такая история двух-трех лет. Через два-три года это все произойдет. Я имею в виду ввод в эксплуатацию, потому что Газпром это однозначно предостроить. Сдевалки сейчас передадим. Это была полковая церковь. Передадим церкви. Там будет организовано все, как должно быть. А Манеж мы конструируем. Это будет Манеж в полном смысле слова. Это будет выставка достижений всего, скажем, творчества и всех художников, промыслов. Все постоянно действующие галереи. Она будет постоянно открыта. В дневное время мы можем туда привозить наших гостей и приходить смотреть новые какие-то тематические выставки. Можно приглашать еще кого-то, кто приезжал с выставками в разных направлениях. И это станет, наверное, дополнением того, той мечты, которую мы хотим осуществить в ближайшее время. Заложить все-таки привлекательность в Кингисеппе как туристического направления и мы сейчас разговариваем и агротуризме. И просто создать цепочку объектов, куда приезжали бы люди, им было бы интересно. Это музей, это Манеж и много-много другое. Вот я сказал немножко о агротуризме. За последнее время у нас в Кингисеппе но это опять же последние три года очень сильно образовалось фермерское ядро. 40 фермеров уже работают на территории Кингисеппского района. У нас даже стадо овец уже по 3000. Такого никогда не было даже. Скоро мы открываем Фолилеево очень серьезный объект. Это индюшачья ферма. Там будет производиться мясо индюка. На следующий год откроется один из фермеров пекинскую утку. Это тоже будет интересный проект. В общем фермеры начинают подниматься развиваться потому что серьезная господдержка. Александр Юрьевич конечно вывел этому как специалист сельского хозяйства бывший большое внимание около 7 миллиардов рублей идет на сельское хозяйство поддержку это и компенсация лизингов это семенной фонд это корма это ГСМ наш фосфорит будет производить 3 миллиона кубов аммиака в год из природного газа соответственно это будущие минеральные удобрения для сельского хозяйства спрос на эти удобрения с каждым годом все больше и больше растет в мировом пространстве Россия держит очень много рынков потому что у нас есть мощные производители это Акрон это Косагра это Еврахим а Еврахим в скором будущем выйдет на первое место в Российской Федерации по производству минеральных удобрений для сельского хозяйства поэтому создаются новые рабочие места 500 человек будут работать на будущем новом производстве сам фосфорит увеличит производство своих удобрений на 30% а вообще здесь аммиак на сторону продаваться не будет ни одной другой компании Еврахим сам для себя будет из него производиться и карбамид и сложные удобрения мочевины и многое другое что сегодня позволяет технологии делать из природного газа еще раз для вас все что сегодня мы обсуждаем и будет развиваться в части химического производства на территории Кингисепсского района должно нас волновать мы очень большое внимание сразу уделяем экологическим вопросам но хочу еще раз подчеркнуть что все сырье которое будет приходить на эти заводы у нас будет не один будет поступать под трубе это природный газ ничего не будет отгружаться железными дорогами еще что-то будет трубопроводная система в порты это все наливается или насыпается в корабли и это все уезжает за пределы нашей родины и мы перестаем быть сырьевым предатком мирового пространства это задача которую перед нами ставил президент многие годы назад уже десятилетия и постепенно я очень рад и горжусь тем что нам удалось быть в тренде и попасть в реализацию таких проектов именно именно то что мы уходим от углеводородного сырья на готовую продукцию и эти предприятия экологически абсолютно безопасны почему не представляется первый класс опасности потому что они взрывоопасны они не опасны как носитель что-то что-то будет как-то урон в природе а взрывоопасность она учитывается сразу в проектах там идет тройная защита Еврахим можно сделать тройную защиту Еврахим взял тройную защиту хранилищ по лавняку а взрывоопасность учитывается санитарно-защитными зонами и разрывами то есть это километр от жилья поэтому поэтому все это безопасно чтобы вы тоже это понимали и поддерживали что население расшатывает ситуацию вот экология мы все задохнемся мы тут ничего подобного не будет даже при том что Еврахим сейчас строит новое хранилище аммиакабу строит мы столько выигрываем потому что они ликвидируют полностью старое хранилище старого хранилища не будет а оно сегодня если честно конечно по взрывоопасности уже мягко говоря не очень соответствует современным требованиям если портуслуга построилась это 5000 рабочих мест и это 98% работают ингисекции в порту то это 12,5 тысячи рабочих мест еще раз подчеркну что Кингисепп из 5-ти тысячного города за будущие 15 лет станет где-то 75-ти тысячным городом мы эта мощность заложена в двух микрорайонах седьмой микрорайон и Каскововка если в этом плане посмотреть уже города Кингисепп это отражено в нашем генеральном плане эти два микрорайона примут и шестой микрорайон который удостраивается и ряд других маленьких микрорайонов кварталов которые еще будут построены в ближайшие годы в Кингисепп они как раз примут вот это все население практически все 12,5 тысяч рабочих мест конечно мы сегодня задаем динамику развития города Иван-Города там должно тоже начаться жилищное строительство и три точки это точно это вестина услуга и котельское поселение где мы хотели бы также дать толчок развитию жилья при старте промышленного строительства надо это синхронизировать чтобы жилье немножко не ушло вперед мы сейчас сделали задел но из-за кризиса который есть все-таки в Кингисепп упал спрос на жилье потому что стало сложнее все естественно но жилье продается и продолжает строить и продаваться но нужно это все синхронизировать чтобы одинаково это было потому что нам любой бизнес который приходит на территорию Кингисепп должен быть успешным тогда это стабильные рабочие места тогда это хорошая заработок оплата стабильная и тогда естественно это стабильные налоги казну района и города Кингисепп и другие поселения наши вот в принципе вот такая добавочка еще к тому что я сказал на старте поэтому пожалуйста что бы вы хотели еще обсудить с собой так как наш район является несомненно уже долгие годы лидером в том числе молодежной политики во всех остальных областях сейчас Выборгским районам предложено так можно сказать вызов на всю Нейнероскову с проектом поддержан губернатором неоднократно уже на форуме Ладыга сейчас сам Данилев в пятницу было общение проект поддержан это рейтинг молодежной политики Ленинградской области на данный момент в этом рейтинге участвует только Выборгский муниципальный район он посвящается университет абсолютно причем он посвящается не как район а отдельно по поселениям каждое мероприятие главный основной пределий это выдача информации то есть баллон считается только если в течении суток прошел полностью отчет по всем смертным интегрированием с инстаграммами с контактами по любому поселению неважно это городской выбор и так далее соответственно автоматически считать есть таблица начисления баллов она автоматически не считается уважается время количество получаются такие аспекты участие приглашенных депутатов все эти аспекты осуществляются привлечения СМИ это объективные каналы менялись информации на 16-й год будет предложено всем муниципальным районам фарман создан уже данный фарман получил гранты это не инициатива но поддерживается комитет политики Александр Данилюк в городской области оператором площадок является выбор для них есть свои учреждения дом молодежи завтра субботы едете на линканской области провести в лангороде на базе крепости и вообще то есть Александр Юрьевич вроде бы пока поддерживает и соответственно я думаю что мы должны вот эти такие большие мероприятия достойно провести я хотел бы ваше активное участие конечно вы можете увидеть вот почему волонтерское движение очень хорошо вообще отдельно рахмет это наша визитная карта в выборге все это то есть специалистов ездил на этом фестивале они все это ощутили потому что когда все приезжают ты специально обученный человек вот поэтому работы будут много особый критерием для вступления в эту программу там есть некая финансовая датарная часть но она не коснется бюджета это позволение администрации потому что все ключи потому что могут участвовать некоммерческие такие как МДЦ Выбор Молодая Бородина и так далее но все ключи с топливной информацией будут представители администрации заявка вот администрация должна быть все отрабатывается нормальное зрение абсолютно я понимаю как поддерживают медаль привез за счет молодежной политики молодежной политики будет очень хорошо вот давайте уже фотографии предлагаю автор нагрется по мне нужно может